Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Людмила Черинова. И в этом выпуске я расскажу вам о книге «Жизнь по правилам съемки» от режиссера-клипмейкера Ирины Мироновой. Ирина Миронова – российский клипмейкер, режиссер, сценарист, продюсер, автор книг, телеведущая. С 2000 года она сняла более тысячи музыкальных клипов различных направлений и жанров для российских исполнителей и групп, в числе которых Земфира, Максим, Би-2, Диана Арбенина, Две Маши и другие. Она знает все не только о правилах съемки, но и о правилах жизни, в том числе и о жизни звезд, с которыми она работает, общается, дружит. «Жизнь по правилам съемки» – это первая книга Ирины. Она рассказывает о том, что каждый из нас пишет сценарий собственной жизни. Некоторые из нас неосознанно, а кто-то осознанно и осмысленно. Кто-то не замечая этого, а кто-то осознанно и осмысленно. Из столкновения тысячи эпизодов рождается жизнь. Некоторые правила моей жизни. Правило номер один. Если возникает необходимость за короткий срок максимально близко познакомиться с человеком, я организую конфликт. Правило номер семь. Если жизнь не представляет мне удобных условий для хорошего результата, значит, у меня есть все шансы на отличный результат. Правило номер девять. Лучше жить по собственному сценарию, чем не осознавая того, стать актером в чужом жизненном фильме. Правило номер тринадцать. Музыку заказывает не тот, кто за нее платит, а тот, кто ее слышит. Правило номер восемнадцать. Если нужно, чтобы кто-то кому-то понравилось, я стараюсь подать это в одной упаковке. Заведомо приятно. Правило номер двадцать два. В точку обычно попадаешь тогда, когда говоришь то, что думаешь. Правило номер двадцать шесть. Самое бесполезное занятие – идти у кого-то на поводу. Правило номер тридцать два. Искреннее восхищение мужчины происходит с полной уверенностью в нем. Правило номер тридцать четыре. Для того, чтобы стать невозмутимым, нужно с головой бросаться в сложные ситуации и общение с неприятными людьми. Правило номер тридцать восемь. Я использую раздражение как допинг. Правило номер сорок четыре. Чтобы гарантированно прийти первым, нужно просто выйти на финишную прямую, не дожидаясь начала забега. Правило номер сорок девять. Отсутствие выбора закаляет. Правило номер пятьдесят два. В хорошем кино кого-то обязательно должно быть жалко. Правило номер пятьдесят семь. Постоянное открытое общение с людьми полезно для души, но вредно для бизнеса. Правило номер шестьдесят. Часто я закрываю глаза, но не чтобы не видеть, а наоборот. Правило номер шестьдесят один. Сложно делать то, что не умеешь. Правило номер семьдесят. Быть благодарным гораздо труднее, чем быть щедрым. Правило номер семьдесят два. Бывает интереснее смотреть не туда, куда смотрят все, а в обратную сторону. Правило номер семьдесят семь. Если не знаешь, как поступить, посмотри на ситуацию со стороны, как будто снимаешь кино. Правило номер семьдесят девять. Если мужчина и женщина ругают друг друга, это вовсе не значит, что они не пара. Правило номер восемьдесят. Для того, чтобы иметь преимущество перед окружающими, необходимо немного себя переоценивать. Правило номер восемьдесят один. Когда женщина перестает переигрывать, она становится похожей на мужчину. Правило номер восемьдесят три. Вместо того, чтобы менять наряды, попробуйте украсить себя выходками. Правило номер восемьдесят четыре. Абсолютно счастливые индивидуумы, как правило, перестают быть интересными другим. Правило номер девяносто два. Никогда не доверяйте воплощению своих идей посторонним. Правило девяносто три. Молчите, и вам все расскажут. Правило номер девяносто девять. Говорить то, что чувствуешь, опасно и очень вредно. Не лукавить противно. Правило номер сто один. Когда учишься на своей жизни, окружающие автоматически становятся жертвами. Правило номер сто четыре. Тот, кто сегодня тебе помешал, завтра может оказаться среди тех, кто тебе поможет. Правило номер сто пять. Главное, чтобы роль, которую ты согласился играть, тебе не переставало нравиться после окончания съемок. Правило номер сто восемь. То, что происходит непосредственно со мной, намного сложнее режиссировать, чем то, что происходит на моих глазах. И правило номер сто пятнадцать. Правильно выбранная профессия накладывает уничтожающий отпечаток на личность. Людмила Марковна блестящим. И я в контрасте. Правило номер один. Если возникает необходимость за короткий срок, максимально близко познакомиться с человеком, я организую конфликт. Продюсеры Бориса Моисеева предложили Людмиле Марковне Гурченко совместный проект со всеми подопечными. Предлагалась большая дуэтная программа. Совместные хиты, клипы, концерты, тур по стране. Снимать видео на первую песню пригласили меня. Опытные продюсеры решили, что с этим предложением уместно будет обратиться к режиссеру, снявшему успешный ролик на дебютный сингл Пугачевой и Галкина. Так сказать, сделать прицельный выстрел в уже опробованную Мишель. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Когда я начала читать книгу, я совершенно не представляла, кто такая Ирина и что от нее можно ожидать. Сразу заинтересовало то, что она занимается съемкой клипов, а значит может смотреть на звезд с очень близкого расстояния и может рассказать о них много интересного. На самом деле книга не о звездах, хотя их тут будет предостаточно. Это книга о жизни, о жизни глазами режиссера, о нелегком пути вверх по лестнице шоу-бизнеса, где в считанные минуты твой лучший друг может стать врагом, а вчерашний незнакомец – проводником к успеху. У Ирины очень интересный взгляд на жизнь. Она любит экспериментировать и даже разыгрывать свою жизнь по сценарию. Читая книгу, видишь, насколько богата и захватывающая у нее фантазия. Это просто какой-то бешеный генератор идей. Хотя, на мой взгляд, таким и должен быть настоящий творческий человек. Книга написана легко и лаконично, а благодаря коротеньким главам читается на одном дыхании. У Мироновой совершенно потрясающий и просто какой-то космический взгляд на жизнь. Ее эта способность смотреть на жизнь, как на кино, просто потрясает. Книгу прочитала за несколько часов, буквально проглотила. Катастрофически понравилось. Советую, не пожалеете. Переговоры состоялись в московском ресторане «Пушкин», ибо все шикарные люди по делу или без дела должны встречаться только в шикарных местах. Вышекаленные модельного вида официанты накрыли стол водочкой, солеными огурчиками и простыми по-русски рубленными салатиками, видимо, как Людмила Марковна любит. Она появилась неожиданно быстро и как будто из телевизора с таким же, как на экране, тяжелым гримом. В таком же блестящем нарядном платье, в роскошной накидке «Прима-прима» весь Пушкин замер. Предвидя сцену с онемевшим Пушкиным, я решила выдержать максимальный контраст, для чего натянута на себя уже проверенные на Пугачевой рваные джинсы. То есть я уже была надела платье, туфли и почти накрасила помадой губы, но в последний момент представила эту свою никчемную помаду с никчемными высокими каблуками, никчемным платьем и отсутствием опыта носить все это так, как следует настоящей зверской тетке. Только такая может позволить себе быть в красной помаде рядом с блистательно накрашенной Людмилой Марковной Горченко. Решив, что подобного соперничества не доросла, я надела рваные, хотя уже и страшно дорогие, джинсы, футболку с надписью на английском типа «Миру мир» и желтый вельветовый пиджак, на который приколола значки «Я люблю Лондон и Брюса Ли». В таком виде без макияжа я приперлась в Пушкин. Людмила Марковна окинула меня взглядов, оценив далеко не положительно. Думаю, она вряд ли понимала, почему ее должна снимать, какая-то плохо одетая девчонка. Она ничего обо мне не знала и всем своим видом показывала, что знать не желает. Это и был момент максимально разогнанного контраста. Определение диспозиции. Правило номер два. Если объявить войну сразу, то шансов закончить встречу взаимовыгодным премием больше. За столиком слева от нас расположился бывший министр финансов Михаил Задорнов с компанией иностранных коллег. Обсуждали проблемы нашего государства. Справа сидела группа немцев. Последние были явно на порядок богаче, чем соседи слева. Я уселась напротив Людмилы Марковны. Она сразу ценила всю режиссуру в моем облике. А самое главное, у нее на лбу огромными буквами было написано «Я так и знала». То есть это такая мудрость, которая ничего нового от жизни не ждет. Она все предугадывает, ибо видела все это миллионы раз. Тысячи молодых болванов ходят в рваных джинсах. И, конечно же, эта девица, которая что-то там снимает, ничего не смыслит в красоте, потому что даже одеваться по-человечески, по-девичьи не умеет. И еще эта уродливая надпись на майке. Первое, что она с сочувствием заметила. «Деточка, придет время, когда ты поймешь. Женщинам так идут юбки и платья, так идут туфли на высоком каблуке. Поверь мне, эти буквы, что, чтобы они там на твоем языке не значили, они тебя, мягко говоря, не украшают». Сказала и выпила маленькую такую медицинскую рюмашечку водки. Я с радостью потупила глаза. Ура, война объявлена. Итак, план боевых действий был прост. Не потакивать, не делать вид, будто я пытаюсь ее понять, создавая тем самым максимально комфортное для Людмилы Марковны ощущение. А идти на пролом, заставить слушать себя, взять в плен. Если бы я не смогла победить ее тогда, то не смогла бы с ней работать. Поэтому всем своим внешним видом я пыталась помочь себе, искала повод для войны, чтобы потом эту войну выиграть. В таком конфликте мы медленно, но верно подошли к обсуждению предварительного сценария, который, как и следовало ожидать, Людмиле Марковне категорически не понравилось. Музыкальные клипы и большое кино. Правило номер три. Даже если моя голова ломится от всевозможных идей, я стараюсь не вываливать на собеседника свои соображения до тех пор, пока не буду уверена, что он готов. Она выступила с монологом на тему, что такое современные клипы и что такое большое кино, в котором она себя ощущает. В музыкальном видео она себя не чувствует, потому что это набор бессмысленных картинок, которые тешат воображение только собственных создателей и никого более. Ведь чтобы затронуть воображение обычных зрителей, нужно руководствоваться каким-то элементарными правилами режиссера, актерской подачи, а для этого должна быть концепция, которая и расставит все по своим местам. Поэтому, деточка, если у вас есть какая-то идея, вы мне ее расскажите, а если у вас идеи нет, если вы мне не донесете, что именно я должна сыграть, то я, наверное, уже и закончу на этом беседу. Я даже не подумала тут же предлагать ей какой-то сценарий, хотя могла бы чего-то, чего-то, а всевозможных людей у меня в голове завал. Рано было делиться своими мыслями, она их выслушает и тут же откажется, потому что они для нее вражески непонятные. Сначала нужно заставить ее посмотреть на меня внимательно, с интересом, широко распахнутыми накладными ресницами. Я тоже взяла слово и высказалась на тему, какие бывают клипы и что вообще это такое. Конечно, я согласилась с тем, что вполне возможно она их не понимает. Безусловно, в ее положении нет смысла следить за совершенно посторонним миром, который развивается, в общем-то, не так, как давно. Правда, этот цирк уже играет по своим правилам, которые в определенных условиях, например, в шоу-бизнесе, работают, а значит, они свое право на существование доказали. И несмотря на то, что изначально клипы – это действительно ролики абсурда и всего лишь эмоциональный выплеск каких-то картинок. Тем не менее, право на режиссеру есть и здесь. Максимум для режиссера. Правило номер пять. Когда человек готов воспринимать мои идеи, я чувствую это физиологически. Он смотрит в глаза, наклоняется ко мне всем корпусом. Вот в этот момент и нужно действовать. «Жизнь по правилам съемки» – это первая книга Ирины Мироновой, рассказывающая о том, как каждый из нас пишет сценарий собственной жизни. Кто-то не замечает этого, а кто-то осознанно и осмысленно. Из столкновений тысячи эпизодов рождается жизнь. Жизнь, устроенная по законам съемочной площадки. Правда и вымысел в романе сплетаются воедино, как ирония и трагизм. Книга напоминает записи в интернет-журнале. Обо всем коротко, но откровенно. Много личного. В книге 115 правил, по которым Ирина работает и живет, которые позволили Мироновой добиться успеха в мире жесточайшей конкуренции. Книгу можно взять в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали книгу «Жизнь по правилам съемки»? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok